Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Техническое масло в молочной продукции. Каждая третья пачка масла бутылкой кефира или йогурта опасна для жизни. Глобальные стройки. Кроме Самара-арены к чемпионату мира по футболу построят речной вокзал, а в Тольятти гимнастический дворец. Война через объектив фотоаппарата. В доме музея имени Фрунза открылась выставка, посвященная русско-турецкой войне. Оборудование доставлено в космос. Ракета-носитель «Союз-СТА» производства самарского РКЦ «Прогресс» успешно стартовала из Гвианского космоцентра. Пуск обеспечивали совместные расчеты российских и европейских специалистов. Все ступени ракеты отработали штатно и через 8 минут 49 секунд после начала полета прошло отделение головного блока, состоящего из разгонного фрегата «М» и геостационарного космического аппарата. Заказчик пуска – европейская компания «СЭС», один из мировых лидеров в сфере спутниковой связи. Аппарат будет обеспечивать услуги на территории Северной и Центральной Америки. В Самаре эвакуировали пассажиров со станции метро «Кировская». На платформе обнаружили подозрительные предметы. Недоверие жителей вызвали телефон и папка с документами. На место прибыли саперы. Людей эвакуировали. Эксперты обследовали вещи и выяснили – они не опасны. По одной из версий, их по рассеянности в метро забыла студентка. Сейчас станция работает в обычном режиме. Однако самарцы обеспокоены тем, что в городе в общественных местах постоянно замечают множество полицейских и сотрудников спецслужб. Но жители спешат успокоить. Сейчас в регионе проводятся антитеррористические учения. Силовики отрабатывают действия по предотвращению терактов и ликвидации их последствий. Учения продлятся до 22 мая. Жители просят с пониманием отнестись к ограничениям, которые временно вводятся в местах проведения условных спецопераций. Россияне, в том числе и жители Самарской области, жалуются на проблемы с сотовой связью. Сложности возникли у клиентов компании «Мегафон». По их словам, они не могут ни до кого дозвониться и выйти в интернет. О неисправностях в сети сообщают в Казани, Уфе, Тольятти, Москве, Ульяновске. В ответ на массовые обращения абонентов в твиттере «Мегафона» появилось сообщение о том, что в работе сети действительно произошел массовый сбой и сейчас компания устраняет неполадки. За временные неудобства клиентам приносят извинения. Пока дозвониться до пресс-службы «Мегафона» в Павволжье не удалось. В погоне за прибылью забыли о безопасности. Больше 30% молочной продукции на прилавках магазинов в области не соответствуют нормам. Об этом стало известно на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Ежегодно в России ввозят порядка 1 миллиона тонн пальмового масла для технических целей. Но большая часть растительного жира почему-то оказывается в сливочном масле, кефире и йогуртах. По информации управления Роспотребнадзора, с начала года отобрано почти 300 проб молочной продукции. 12,5% оказались фальсификатом. Чаще всего подделка встречалась среди дешевых продуктов с высокой жирностью. Сейчас в Самарской области производится больше 50% всей потребляемой молочной продукции жителями региона. Остальное ввозят из Саратовской области и Казахстана. В планах областных властей значительно увеличить производство молока. Сейчас есть уже 4 проекта строительства ферм. С 2018 года все производители должны перейти на электронную систему ветеринарной сертификации, которая позволит снизить количество подделок. Купол Самара-Арены подчеркнет космическую тематику стадиона. К такому решению пришли на совещание под руководством губернатора, руководителей Минстроя, подрядчики и архитекторы. Слухи о том, что крыша стадиона будет непрозрачной, губернатор Николай Меркушкин опроверг еще на конференции, посвященной пятилетним итогам его руководства областью. И вот теперь тема получила продолжение. Участники совещания обсудили конкретные детали. Из каких материалов сделают купол и в каких цветах. Решение принимали совместно, к обсуждению подключили даже представителей СМИ. Итог. Белосеребристую кровлю построят из поликарбонатных полос 6 метров шириной каждой. Именно это сочетание, по мнению архитекторов, создаст ощущение объемности и легкости и подчеркнет космическую тематику. А внутренняя и внешняя подсветка даст возможность увидеть Самара-Арену с разных точек города в любое время. Тут, правда, надо иметь в виду, что будут виден стадион с разных точек издалека. Это тоже надо учитывать. С близкого расстояния, условно. И вот все, кто будет ездить по Красной Глине, по Москве, по Росе, стадион, трыша будет видна почти вся. На совещании также обсудили оформление нового ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской. Его возведение начнется в следующем году. И строительство нового речного вокзала, который должен начать работать к чемпионату мира, подчеркнул губернатор. Кроме того, главе региона представили проект будущего гимнастического дворца имени Алексея Немова. Объект возведут в Тольятти к 50-летию выпуска первого автомобиля. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области продолжается расследование истории, которое многих шокировало. Речь идет о трагедии в Новокуйбышевске, где, по версии следствия, 23-летняя местная жительница самостоятельно родила ребенка, а после закопала его в земле. Произошел инцидент два года назад, и, признаться подозреваемой, заставил ее нынешний сожитель. Кроме того, девушка сейчас беременна и планирует делать аборт. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сама девушка уверяет, что грудничок уже родился мертвым. В Самаре взят под стражу подозреваемый в публичном оправдании терроризма. 25-летний горожанин размещал в соцсетях материалы, оправдывающие деятельность запрещенных террористических организаций. Возбуждено уголовное дело. Коррупционеров в Самарской области оштрафовали почти на 29 миллионов рублей. Всего в прошлом году сотрудниками областной прокуратуры было выявлено почти 11 тысяч нарушений. На особом контроле надзорного ведомства находятся такие сферы, как женично-коммунальное хозяйство и оборонно-промышленный комплекс. Коррумпированность этих сфер традиционно высокая, что обусловлено широким спектром точек соприкосновения бизнеса и власти, большими потоками бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. В Самаре на набережной можно будет сдать экспресс-тест на ВИЧ. Его результаты будут готовы всего через 20 минут. В понедельник, 22 мая, у бассейна ЦСКА ОВС с 12.00 до 14.00 развернется мобильная лаборатория. Метработники расскажут о том, как передается вирус, способах защиты от ВИЧ-инфекции и выполнят тестирование по слюне. Исследование проводится анонимно. В Самарской области воздух прогреется до 26 градусов, сообщают синоптики. В пятницу, 19 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 7 градусов, днем поднимется до 26. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В субботу, 20 мая, переменная облачность без осадков. Ночью также похолодает, а днем потеплеет. Ветер неустойчивый, слабый. Оружие, с которым шли в атаку полтора века назад, виды старинной Болгарии, уникальные фотографии императора Александра II и членов его семьи. В доме музея имени Фрунзе открылась выставка, посвященная русско-турецкой войне и 140-летию боев на Шибке. Главные экспонаты – исторические снимки. Они сделаны фотографами Ивановым и Душиком, которые прошли весь путь вместе с войсками. Уникальные кадры увидела Алина Чемерес. С такими саблями во время русско-турецкой войны шли в бой русские солдаты. Рядом винтовка – оружие противника. Со времен битвы за освобождение балканских народов от влияния Османской империи прошло ровно 140 лет. Почти полтора века назад многие русские солдаты и офицеры добровольцами уходили на фронт. На войне побывали даже представители императорской фамилии и сам престола-наследник. Воевать ушли и многие самарцы, в том числе два сына Петра Алабина. Дворянство, в том числе, как говорил, самарское, откликнулось активно. И многие пошли добровольцами в действующую армию. Помимо того, были выделены большие пожертвования, которые были отправлены, в том числе, для формирования вооружения, обмундирования, ополчения. В том числе были большие пожертвования, отправленные через Красный Крест на оказание медицинской помощи. На выставке образцы оружия того времени. Фотографии, сделанные русским фотографом Ивановым и румынским Францем Душиком. Переправа, артиллерийский расчет, казак, спасший турецкого ребенка. Виды болгарских городов, медицинский обоз. Всего около полусотни снимков. Здесь и копия самарского знамени, которое было передано болгарам после боев на Ошибке и теперь хранится в музее Софии. Первыми посетителями выставки стали студенты, будущие учителя истории. Эти фотографии, они наполнены жизнью. Например, мы можем смотреть на лица людей, которые воевали. Это очень, на самом деле, трогает душу и, не знаю, она придает больше масштабность. Если мы, например, в университете учим даты, то здесь мы можем наглядно все увидеть. Представлен лагерь, где располагались раненые бойцы. То есть уже очень организованный такой, на современный манер были построены лагеря полевые. На мой взгляд, это будет интересно, вот такие кадры будут интересны, прежде всего, историкам, как нам, будучи студентам, будущим преподавателям истории, поскольку это очень важная эпоха в историческом развитии России. И, прежде всего, это очень важная эпоха для Самары. Выставка, на которой самарцы смогут увидеть события полуторавековой давности, продлится до конца года. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Народный самарский театр «Цветы запоздал» отметил 10-летний юбилей. Особенность театра в том, что труппы состоят не из профессиональных артистов, а из учителей. Как им удается совмещать актерское мастерство с преподаванием, узнала Лариса Шлафаст. Произведение Пушкина «Домик в Коломне» в современном прочтении. На сцене непрофессиональные актеры. Артисты Народного театра, учителя 139-й Самарской школы. О подмозгах никогда не мечтала, говорит Светлана Фоминых. Но уже после первой репетиции поняла, с театром не расстанется. Актеры, которые там, ну профессионально, они говорят, что сцена лечит. Вот это так. Потому что если ты устал после там рабочего дня, мы репетируем по вечерам, после уроков, после того там, ну когда все соберутся, вся труппа соберется. И кажется, что сил уже нет. А когда выходишь на сцену, то есть и сила, и эмоции, и настроение. Сейчас в труппе Народного театра «Цветы» запоздало и 12 человек. Название взяли под наименному произведению Чехова. В этом году актеры отмечают юбилей. Десять лет назад в учебном заведении уже действовали две детские театральные студии. Своей силой решили попробовать и педагоги. Эксперимент удался. За это время репертуар театра пополнился десятками спектаклей. Когда мы сдаем новый спектакль, честно говоря, нагрузка очень большая. И кажется, что уже надо немножко отдохнуть. Но проходит месяц, другой, третий. По крайней мере, в сентябре мы уже начинаем думать, а что будет дальше. Но пока мы думаем, пока мы отдыхаем, режиссер наш, она уже ищет варианты. Десять лет для театра, возраст молодой, говорят актеры. Впереди еще много спектаклей. В следующем году обещают порадовать зрителей новой постановкой. Какое именно произведение русских классиков выберут, пока секрет. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Если вы соскучились по природе, сходите в музей. Ко дню Волги в Самаре открылась фотовыставка «Самарская лука. Заповедный остров России». В экспозиции кадры из жизни национального парка сделаны его сотрудниками и фотографами. Кого можно встретить на снимках, знает Валерия Макарова. На этих фотографиях животные, непривычные глазу горожанина. Даже их названия кажутся незнакомыми. Щурка золотистая, сорокопут, варакушка. Однако всех их можно встретить в Самарской области. Это все фотографии, которые сделаны здесь, на территории национального парка «Самарская лука». Более того, я скажу, что большинство этих фотографий сделаны сотрудниками национального парка, которые здесь работают. В музее коллекции открылась выставка «Самарская лука. Заповедный остров России». Ее приурочили ко дню Волги и столетию системы российских заповедников. В экспозиции несколько десятков фотографий уникальной флоры и фауны Самарской луки. На открытие выставки пришли партнеры и друзья национального парка. В прошлом году, я хочу привести статистические данные, мы убрали 18 километров прибрежной зоны. Это очень серьезно. В этом году у нас люди, которые идут в наш экологический десант 2017, не помещаются на корабле, потому что идет более 100 человек. То есть я думаю, что за 30 километров мы прибрежную линию однозначно уберем. Организаторы рассказывают, фотовыставка – не единственное событие ко дню Волги. У нас также запущен единый экологический урок для школьников 7-11 классов для всего по Волжье. Урок интерактивный, есть игры, викторины, есть материалы для школьников, которые, скажем так, в игровом формате позволяют им усваивать информацию о Волге, о ее флоре, фауне. Самарская лука – один из старейших национальных парков России. Более 30 видов растений и животных на его территории занесены в Красную книгу. Каждый год парк посещают около миллиона человек. С помощью выставок и экопроектов самарцам хотят напомнить, каким природным сокровищем они обладают. Валерия Макарова, Григорий Пельшаков. События. А вот о чем расскажут наши журналисты в наших следующих выпусках. Чеки в режиме онлайн. С 1 июля все кассы будут подключены к интернету. Всегда готовы пионерскому движению уже 95 лет. Пылесосит, моет, наносит разметку. Самарские дороги готовят к летнему сезону. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова